Здравствуйте! В эфире национального телевидения ЧВШ и программа «По существу». Международный день борьбы с коррупцией отмечается ежегодно, начиная с 2004 года. Именно 9 декабря Генеральная Ассамблея ООН подписала Конвенцию против коррупции. Сегодня у нас в студии начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Чувашской республики, старший советник юстиции Сергей Петрович Павлов. Сергей Петрович, добрый вечер! Здравствуйте! Я вас поздравляю. Некоторым образом Международный день борьбы с коррупцией – ваш профессиональный праздник. Совершенно верно. Какие основные виды коррупционных нарушений можно выделить в наше время? Ну, на самом деле, видов много, потому что коррупция совершается, в принципе, во всех областях жизнедеятельности человека. Как мы знаем, и в спорте, и в искусстве. Основной – это борьба с коррупционными преступлениями, выявление правонарушений, непреступлений другого характера, немного административных правонарушений, других нарушений законов в области противодействия коррупции, профилактика коррупции, ну и информирование населения, правовое просвещение. Так что этот список можно продолжить. Вот в нашем законодательстве под термином «коррупция» все-таки что подразумевается? Ну, во-первых, надо сказать, что этот термин, он существовал давно, но юридическое понятие этого термина дано в Федеральном законе о противодействии коррупции в 2008 году, когда у нас был принят Федеральный закон о противодействии коррупции, и мы все, в принципе, стали толковать и понимать коррупцию одинаково. Вот, ну, понимается, это подкуп, взятничество, посредничество, злоупотребление должностным положением. — Какая практика рассмотрения сообщений о коррупционных преступлениях и расследования этих дел сложилась вот в вашем ведомстве в прокуратуре? — Ну, в принципе, мы проверяем все ведомства. Необходимо сказать, и МВД, и органы Федеральной службы безопасности, и службы исполнения наказаний, служба наркоконтроля, то есть потому что они тоже занимаются рассмотрением сообщений, в том числе о коррупционных преступлениях. Поэтому, как бы, мы надзор осуществляем комплексно и повсеместно. Необходимо сказать, что количество этих сообщений, в принципе, за последние два года держится на одинаковом уровне, где-то около 400-500 преступлений сообщений в год, вот, и примерно столько же, ну, чуть больше преступлений, наверное. Все эти сообщения, в принципе, регистрируются, не укрываются. Фактов укрытия мы не находили за эти годы. — Одно из важнейших направлений — это антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов. Какова эффективность работы в этом направлении? — Да, это на самом деле важное направление деятельности нашей. Это так называемая профилактика. Антикоррупционная экспертиза работает, на самом деле, на профилактику коррупционных правонарушений и преступлений. Вот, если в законах не прописаны так называемые коррупционные факторы, как мы говорим, коррупционные факторы, то закон чист, как мы говорим, и это не будет порождать коррупцию на практике. Допустим, ну, к примеру, можно привести, когда очень много употребляется такое выражение в нормативных правых актов «возможно», «можно», значит, если можно, то возникает и другая сторона. — Допускается. — Допускается. То есть это отдается на откуп, на усмотрение чиновнику. Естественно, в практике чиновник думает, значит, я это могу, а может, и по-другому сделаю. Как бы, когда разрешение тех или иных вопросов... — То есть соблазн уже заложен. — Да, соблазн заложен уже в нормативно-правом акте. Ну, что мешает нашей работе? Ну, хотелось бы больше доверия населения к нам, к правоохранительным органам. Ну, это, естественно, надо воспитывать, опять же, заниматься правовым просвещением населения, потому что мало информации, мало информации от населения. Ведь не секрет, что коррупционные преступления, они, как правило, латентные. То есть скрытые преступления, они не лежат на поверхности, их надо выявлять. А зачастую население, ведь в первую очередь сталкивается с коррупцией. Они владеют этой информацией. Вот хотелось бы, чтобы эту информацию они доносили до нас. — И, Сергей Петрович, все-таки мы так устроены, что самое доказательное, самое убедительное для нас — это цифры. — Ну, наши цифры мы обычно сравним с Мариел, вот с Ульяновской областью. Ну, Мариел чуть меньше коррупции по цифрам. Вот, допустим, если брать взятничество, в текущем году за 9 месяцев мы выявили 76 фактов взятничества. Это так называемая основная коррупционная статья. Вот. Ну, примерно такая же цифра была в Ульяновской области. Ну, сказать трудно, опять же, потому что официальная статистика и то, что совершается в жизни, в реальности, да, она может значительно отличаться. Потому что мы выявляем не все коррупционные преступления, да и невозможно это все выявить. Вот. И, как я уже говорил, есть так называемая скрытая часть этих преступлений. — Вот если брать, допустим, соотношение количества поступивших сообщений о коррупционных преступлениях и те случаи, когда вы выходили на проверку и сведения данные подтвердились, то есть вот насколько это... — Ну, зачастую подтверждается. Если люди сообщают, то как бы они сообщают... — То есть в большинстве случаев подтверждается? — Да. Необходимо сказать, что да, подтверждается. Ну, есть часть людей, которые говорят в общем, как я уже говорил, вот там коррупция, вот тот или иной чиновник ездит на такой дорогой машине, проверьте, мы считаем, что он коррупционер. То есть нет конкретики, да, вот. Как бы ездить на машинах никому не возбраняется, вот. Ну, необходима как бы нам конкретика, где он злоупотребил. Да, мы можем там хотя бы нам направление дать, мы можем дальше сами как бы выявлять, но какие-то более конкретные сообщения должны быть в таком плане. — Ну что ж, спасибо вам большое, Сергей Петрович. Я напомню, что сегодня нашим собеседником был начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Чувашской республики, старший советник юстиции Сергей Павлов. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»